20-го Кастрычника у Гомельским областным драматичным театры стартует парад премьер. Усе проекты по первых днях сезона будут представлены за один тыдень. У этот час Гомель наведает делегации республиканских и замежных крытиков, которые будут оценивать режиссерскую и актерскую працу минулого сезона. У дальнейшем зуликом рецензии коллектив театра начнет рух до национальной театральной премии. Прошлый сезон все знают, что был очень насыщенный. Это был юбилей для театра. Это были славянские театральные встречи, международный фестиваль. В этом году мы продолжим гастроли, продолжим знакомить гомельчан с новыми театральными коллективами постсоветского пространства. Выник под рыхтолки до нового сезона гомельские артисты представить 29 вересня. Премьера французской комедии «Мою женку зовут Моры» станет початком 77 сезона. Но не глядевши на то, что официальное открытие заплановано только на конец вересня, у театра уже идут спектакли. С гастролями у гомель прибыл Орловский державный театр «Вольная простора». Потрясающая абсолютно публика, и мы уже здесь неоднократно были. В этот раз мы привезли то, что уже гомельский зритель видел, это видел бендюжник и король, привезли то, что не видели. Это ночь перед Рождеством Гоголя, вечера на хуторе близ Диканьки. Два молодежных спектакля, в которой в принципе занята практически одна наша молодежь, в том числе мои студенты. Это с любимыми не расставайтесь, и я не вернусь. В новом сезоне свою працу протягнет музычный салон. Один из новых проектов – театральные курсы. Стать студентами могут усе ожидающие, незалежно от взрослых. Своим мастерством будут делиться профессиональные актеры. Лепшие студенты в перспективе примут уделу в серьезных постановках театра. И на реште до Международных дня театра тут рыхтуют грандиозный проект. Головная падия года намечена на 27-е саковика. Однако что это для гомельских театралов станет сюрпризом. И по словах организатору, будет он выключно приемным. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».